Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Divinity, ну и из области того, что я заранее подготовил и проверил, мы переходим в область неизвестного. Я Фейну докрафтил немножко стрел, смотрите, как хорошо стало. Ну и давайте отправляться дальше, будем уже вместе смотреть, что же там должно произойти. Ну, просто обычно новую локацию гораздо проще и интереснее исследовать слепую, а добивать уже гораздо проще, опять же, когда знаешь, чего творишь. Потому что, чем меньше квестов остается, тем, как правило, неочевиднее и сложнее они. Ну, а нам с вами надо поговорить с хворью. Вы слышите за спиной шорох, и голос Лоуся шепчет вам в ухо. Эй, босс, мне тут надо переговорить с хворюшкой, не возражаешь, если я влезу? Да пусть лизает. А вот это Лоуся, мне не терпится выслушать новости. Ты сделала, как я тебе говорила? Да, насчет этого. Ну, расскажи, умоляю. Похоже, будет интересно. Ну, наверное, можно и так сказать. Я встретилась с Жаном, и он попробовал провести обряд экзорцизма, но не помогло. Демон все еще... он все еще там. То есть здесь. Ну, предоставь это мне, Лоуся. Мамочка хворь что-нибудь придумает. Ты правда придумаешь? Ну, конечно. Ты же сама уже знаешь, что ты моя любимая. Серьезно? Я думала, тебе никто не нравится. Я не сказала, что ты мне нравишься. Я сказала, что ты моя любимая. Что-то вроде вишенки на куче из всякой дряни. Это самое милое из того, что мне когда-либо говорили. Это самое милое, что я когда-нибудь говорила. Хе-хе-хе. Какая она милая. Фу. Тебе разве не надо учиться божественности или еще чему-нибудь не менее полезному? Говорим, что мы принесли дурные вести. Мистер Сива мертва. В ее глазах что-то мелькает. Злоба, может быть, или страх. Я... Но... Не важно. Нам стоит сосредоточиться на насущных делах. Она глядит вперед, не обращая на вас внимания. Говорим, что мы выяснили все, что хотели. Теперь нам известно, как попасть на безымянный остров. Поздравляю. Навижу усердие, тебе не занимать. Кажется, весь сброд уже в сборе. Если после этого сообщения вы решите покинуть область, вы никогда больше сюда не вернетесь. Незавершенные задания будут закрыты и помещены в архив, но именно поэтому мы с вами все и подбили. Готовы отчаливать, как только будет приказ, ваша святость. Ну что ж, говорим, что собрались все, кому следовало быть на борту. Пора отчаливать. Фантастика. А, тогда давайте перейдем к самому интересному. После множества приключений, отряд наконец добрался до того места, куда пробужденные приходят, чтобы обрести божественность. Мы их ожидали новые сюрпризы и трудные решения. Вот мы и на месте, безымянный остров. А я-то думала, что хворь не затейливая имя. А пока не поздно. Хочу сказать, что вот такие заставки уже можно нейросеткой во всю генерить и как-то бюджетненько. Но благо в Baldur's Gate 3, по-моему, там чуваки на все деньги разгулялись. Но все равно, важно то, что внутри, верно? Верно. А это то место, где тебе суждено стать богом. Мне просто интересно, а что ты собираешься делать со всей этой силой? Ну, мы сделаем все, что нужно ради блага Вселенной. Хотя, по правде говоря, вот это. Ну, да, но давайте не будем спойлерить. Говорим, что мы сделаем все, что нужно ради блага Вселенной. Ну, в этом я не сомневаюсь. Просто не забывай, ты можешь сделать что-то и для своего блага. Ну, знаешь, баланс блага во Вселенной. Вот именно об этом я и подумал. То есть, в целом, конечно, думать о благе во Вселенной, но и для себя что-то не забыть, потому что мы тут страдали вообще ради всего этого. А теперь поторопись. В конце концов, тебя ждет божественность. Спрашиваем ее, чего нам ожидать на острове. Прекрасный вопрос. Мы раньше про это место знали только пробужденные. Но, судя по количеству кораблей, догорающих в заливе, случился некий прорыв. Назовем это так. Независимо от того, кто там на острове, важно лишь, кто вознесется. Проследишь, чтобы это был ты. Тельнейший выживет и вознесется. Спрашиваем о ключе, что упомянуло наше божество. Я в этом вопросе не специалист, но даже я способна сложить два и два. Если существует океан истока, то где-то есть ключ, вытекающий из него. Чтобы обрести божественность, наверняка потребуется глоток другой. А впрочем, я уверен, все будет заткнуть не столь просто. Ну, спасибо. О, посмотри на этот остров, Кверкус. Он покрыт лесом. Настоящим лесом. Ты чувствуешь это сквозь вонь воды? Тысячелетий не дерн. Это древнейший лес. Где еще может таиться ключ к тайне великого желудя? Кое-какие из этих деревьев могут помнить даже первый лес. Рыцари Круглого Дупла никогда нас здесь не найдут. Отличное место, чтобы передохнуть и закончить наше исследование. Улыбаемся и спрашиваем, не хочет ли он взять отпуск. Зло не знает отдыха Кверкус. И тем, кто хочет спасти мир, похоже, тоже нельзя даже дух перевести. Где-то на этом древнем острове должен быть ключ к победе над желудем. Мы должны соблюдать осторожность. Я уверен, этот дивный край опасен. Но, по крайней мере, рыцари Круглого Дупла нам здесь не грозят. Спрашивай, давайте нагнемся и погладим Кверкусу. Кот тянется, чтобы потеряться об вашу руку, и лишь чудом умудряется не скинуть своего миниатюрного пассажира. Кверкус, дыми же хоть капельку гордости. Честное слово. Правила приличия канули в лент. Ладно, у нас есть кое-что для твоего нового друга. Белка протягивает вам кусочек коры, исписанной микроскопическим неровным почерком. Я нашел это в подвале твоей чешущей подруги. Я это ни к чему, а ты используй это с умом. Ух ты. Новая страница хроник. Ничего себе. Тут как бы мы продолжаем встретиться с принцем теней, но если это хозяин Сибилы, то ему все. Безымянный остров. Даже с моря безымянный остров выглядит так, словно окутан кровавым туманом. Ух, нас ждет божественность. Кстати, тут Джан кругами ходит. Может, у него что-нибудь на продажу все-таки обновилось. Ну, было бы неплохо, если бы, типа, переехал в новую локацию, получи новый шмот. Я бы не отказался. Стой. Сквозь воздух пробивается энергия воздуха. Истока. Я чувствую ее. Остров вон там. Это гибель или судьба? Спрашиваем, что он думает о хворе. Она волшебная загадка, правда? Воплощенная эльфийская грация. И она же свой собственный злобный двойник. При этом она отвергает и добро, и зло. Весьма боятельно. Поэтому очень опасным способом. Она разве не частично демон? Вот у меня вопрос, как Джан мирится с ее существованием. Надеюсь, когда-нибудь услышать всю ее историю. Думаю, это будет весьма занимательно. Спрашиваем, что у нее на уме. Твой разум. Демон, что в нем сидит. Пока ты одержимый, божественность будет принадлежать ему, а не тебе. Ты не должна давать ему этого шанса, Лоу. Так вот. Обновил ли он свой репертуар? Опачки. Опачки. Две. Блин, требуется ловкость. Тринадцать. Вот если б нет, то, конечно, нашли маг бы вот этот божественный нам очень... А, у нас прям один в один такой же. То есть репертуар как-то очень странно себя повел. Ну да ладно. Прощаемся и уходим. Но раз у него обновился шлемак... О, может, хан что-нибудь там нашел? Я там между делом у него что-то просил. Здрасте. Ничего себе, островок, да? Я тут наверняка найду много интересных ингредиентов. Спрашиваем, принес ли он нам что-нибудь. А что, я же обещал. Ага. Давайте. Чужеродная сущность. Сперу истока нам бы. Конечно. Прямо сейчас отправляюсь на поиски. Но вы не сидите, не ждите. О, спасибо тебе, пацан. Первый идет, главное. Опасно. Хорошо. Таркин. Тут все, наверное, хотят какими-то мнениями поделиться, я так думаю. Осторожность превыше всего душа моя. На побережье я вижу стяги черного круга. Ну, началось. Но хотя... Вы бы видели, как у меня сейчас так губы в этом... О, вытянулись. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Два интеллекта. Здорово. Восприятие нема плохо. Зато невосприимчивость к немате и к слепоте тоже прекрасна. Слушайте, кажется, Альмиру нам было бы здорово, ну, немножко, может быть, но задобрить. При прочих храунах она прям хорошие шмотки продает. Хотя у нас уже полуровня набито, может быть, подождем, потому что тут в основном все, в конце концов, довольно-таки бодро устаревает. Я изучила скрижаль, который ты так великодушно предложил мне. Теперь я досконально знаю, как создать избавительницу. Как только я сотворю ее, я буду свободна от завета и смогу провести остаток моих дней с Мехалем. Видишь, вон те строения в глубине острова. Очень похоже на постройки из пещер в Черных Копях, не правда ли? Если ты вдруг обнаружишь детали, необходимые для избавительницы, принеси их мне. Улыбается. А уж я в долгу не останусь. Также на этом острове тебе, скорее всего, встретятся последователи Короля Бога. Советую по возможности с ними не связываться. Смерть для них может быть неокончательной, если так пожелает Король Бог. А спрашиваем у нее советы, как поступить, чтобы не рисковать понапрасну. Альмира не торопится с ответом. Вместо этого она поворачивается и пристально смотрит на остров. После долгой паузы она начинает говорить. Чувствую знакомое присутствие. Белоликий. О, да. Ну, он где-то там. Скорее всего, командует силами Черного Круга. Тебе стоит с ним встретиться. Он, конечно, создание подлое, но не откажется от выгодной сделки. От его приспешников опасайся. Если будут спрашивать, что ты там делаешь, скажи с моей рабыней, и сможешь спокойно пройти. Моим имя все еще должно внушать ему уважение. А, окей. А, Таркин, а ты нам не создал реликвию? Какое удивительное, у нас вышло путешествие. Чем все это закончится, любопытно. Спрашиваем, слышал ли он когда-нибудь про Этиран. Таркин пытается скрыть удивление, но ему это не слишком удается. И где же вам довелось такое услышать? Впрочем, не важно. Этиран — это детская сказка, ничего более. Некабы это жезл, способный убирать все исток в неограниченном количестве. Полнейший абсурд, уверяю вас. А замечаем, что магистры, судя по всему, верят, что Этиран существует. Хуже того, они его ищут. Вот так? Возможно, это больше говорит об их умственных способностях, а не о чем-либо другом. Такое устройство являлось бы необычайно мощным, способным очистить от истока весь мир. К счастью, законы Вселенной не допускают его существования. Замечаем, что остров, кажется, кишит опасностями. Не посоветует ли он, как нам лучше действовать? Ммм, да, там и правда полно опасностей. Почти можно расслышать звуки сражения, когда ветер дует нужную сторону. А где есть сражения, там непременно найдутся наемники. Гле-ку-ду-мар. Так говорят одинокие волки. Не, не сомневаюсь, что мои бывшие собратья их наняли. Роль позволит пройти через их ряды. У-у-у, я так смотрю, лучше со всеми нам поговорить и все нам что-нибудь полезное сообщать. Скажите, пароль вас пропустит. Считайте это знаком моей благодарности за помощь с анафемой. Угу. А спрашиваем, кого он называет своими бывшими собратьями, кому он служил. Чтобы успешно решать собственные задачи, временами мне приходилось иметь дело с сомнительными типами. В какой-то момент среди них был и черный круг. Знаю, знаю, гордиться тут нечем. Но они позволяли мне делать, что я хотел, потому что отчаянно нуждались в помощи после того, как их накрыло туманом смерти. Мы отлично ладили, пока они не начали проповедовать завет и верность королю богу. Он презрительно фыркает. Последнее, что нужно этому миру, это еще один недобог с армией идиотов, готовых идти за ним следом. Спрашиваем, что еще за завет. Отличная приманка для идиотов, которые верят, что им кто-то подарит власть и бессмертие в обмен на преданность. У этого короля бога свои причины воевать с семерами. Завет дает ему армию. Они стали вассалами короля бога. Как мне объяснили, это значит, что они должны были ему служить, умирать за него и возрождаться, пока на то будет его воля. За это в неопределенном будущем их ждет награда. Отвратительное зрелище, как они пали на колени пред новым тираном, лишь бы насолиться с семерым прежним. Я сбежал при первой же возможности. К несчастью, Далис только и дожидалась шанса меня схватить. Ну, не будем с ним отношения портить. Хорошо, а как его успехи с анафемой? Я продолжаю работу. Нужен признать, что это весьма запутанная задачка, даже для такого, как я. Однако я по-прежнему уверен в успехе. Опачки. Так, чуть желтый есть. Один-единственный посох. А, не, штанишки. Штанишки, но опять же, все это у нас есть. Кажется, у них просто произошел ресток того же, что мы уже у них скупили. Может быть, Микаль нам что-нибудь сообщит? Делай там, что сочтешь нужным, колдун на стоке. Я не хочу тут задерживаться ни одного лишнего мига. Нет, Микалю все побую. А ладно, тогда что? Ну, в прошлый раз не очень приветлив был к нам Гаррет. Но, может быть, сейчас его мысли немножко отлегли. Может, он чуть в себя пришел. Но тут, поскольку мы на госпожу месяц какое-то время не вернемся, лучше сейчас поговорить. Гаррет тепло приветствует вас. Он, на удивление, жизнерадостен. Таким бодрым вы его не видели еще ни разу. Люди, оплакивающие своих близких, обычно такими бодрыми не бывают. Мне следует благодарить тебя. Не знаю, что на меня нашло. Слава Люцио, но ты наставил меня на путь истинный. Выражаем соболезнования. Он так много пережил. Я благодарен тебе за доброту. Мне нужно было время подумать. Мои родители прожили достойную жизнь. И лучше я возродуюсь любви, которую они мне дарили. Чем стану оплакивать? О, какой-то молодец, но ассортимент не обновил. Какой-то немолодец. Кому же, у нас есть чем заняться. Когда мы пристанем к безымянному острову, я пойду вперед на разведку, попробую отыскать совет и проложить тебе путь. Я сообщу обо всем, что удастся обнаружить. Говорим, что это лишнее. Пусть лучше останется на корабле. Глупости. Нет, просто нужно было время для духовного обновления. Люцин говорил, «Я освежу уставшего и насыщу страждущего». Это слова столь же истинны сегодня, как и когда он их произнос. Гаррет прощается и начинает негромко напевать. «Мелодия вам знакома. Это блажен и отважен. Песнопение во славу Люцин». Ну, нормально, чувак. Вот лучше бы не говорили, правда. У нас еще есть наш фирменный арбалет-мейкер. Он скажет. Хочешь посмотреть, на чем я работаю? Пожалуйста. О, штанишки очередные. Но, кстати, плюс восприятие, плюс стойкость куча очков здоровья стоит как чугунный мост, конечно. Ай. Стоит как чугунный мост. Но при этом хороши, чертяги. Ладно. Давайте не будем сейчас все наши деньги тратить. В общем-то, как повысим уровень, тогда еще разок пробежимся по всем. А пока что нас ждет остров. Заждался уже. Тут еще есть вот это. Сержант Зрила. У меня полно наемных бойцов. Хоть с клинком, хоть с луком, хоть с заклинаниями. На, вижу, у тебя уже полный комплект. Тогда не стану надоедать. А, ну да. У нее мы можем просто нанимать неписи. Кстати, если мы наймем у нее неписи и прокачаем им воровство кого-нибудь обкрадем, в общем-то, мы можем оказаться в плюсе, но пока нет. На берег. Что ж, высадились. Игра все подгрузила. Ой, принц теней. Хорошо. И сразу... Уф. И сразу... Почему мы на север пошли? Я не знаю, но... Что-то мне подсказывает, что тут прям они повеселились на славу. Все эти трупы очищены от истока. Но это сделал. Подозреваю, скоро выясним. А где-то рука была. Нет? Окровавленная рука. Что ж. Ух. Начинаем выяснять. Хе-хе. Так. Дебила. Давай. Вы молодой магистр, преданный Дарис. Вы сражаетесь бок о бок с паладинами. Орден един в борьбе с черным кругом, как во время Великой войны. Это самый прекрасный миг вашей жизни. И он же последний. Кстати, если вот так мы можем вызывать пятно крови, то мы с вами, наверное, могли это все делать... Ну, помните, когда мы делали труп магистра на берегу? Какая неожиданность. А спиритизм нам что-нибудь даст? Кажется, морского воздуха мне пошел на пользу. Никаких призраков не осталось. Все чисто. Да. Тут исток начисто высосали. И не знаю, куда ли мы с вами идем вообще. Но... В общем-то, единственный способ узнать, это пройти дорогу и проверить. Так, а вот здесь что-то... Хотелось бы искупаться. Да, а вот... А, нет. Ой, там... Там враги. А здесь... Некто дело, Рус. Может, он что-нибудь знает? Магистер стремительно натягивает тетивую и скидывает лук. Но он осекается, в глазах мелькает искра узнавания. Он сухо улыбается. О, огненная стрела, целительный эликсир, дневник гренадера. Но это нам не нужно ничего. Мой спаситель из форта радость. Я думал, что больше тебя не увижу. Увы, всякий раз мы встречаемся, когда дела у меня идут хуже некуда. Мой отряд разгромили силы Черного Круга. Я один уцелел. Ага. Говорим, что мы пробужденные. Где-то на этом острове наша судьба. Он скептически выгибает бровь. Ты пробужденный. Что-то мне не верится. Впрочем, неважно. Есть проблемы поважнее. Возможно, ипископ Александр с остальными еще здесь. Их надо найти. Позволь мне пока остаться с тобой. Можешь рассчитывать на мой лук, если придется драться. Нахмуриваемся. Он сказал, Александр здесь. Да, мне кажется, мы же его убили немножко. Нет? Он кивает. Я никогда не думал, что пойду за ним. Особенно после Форта Радость. Но он сумел убедить старую гвардию магистров и паладинов. Он стал другим человеком, когда нашел путь к божественности. Он вырвался из-под влияния Далис и Вредимана. Они пытались его за это убить. Вместе со своими белыми магистрами. Мы, старая гвардия, остались на его стороне. Раскол божественного ордена, проблемы с чищадиями, пустоты и многочисленные покушения. Ничто не может заставить его свернуть с избранного пути. К счастью, Вознесение уже близко. Говорим, уму, чтобы шел с нами и далеко не отходил. Он забрасывает колчан, со стрелами за спину и кивает. Будь начеку. Вы недоуменно хмуритесь. Александр пропал вместе с остальными, когда госпожа Мейст ворвалась в черту Геха. Вы были уверены, что он мертв? Да. Не то, чтобы мы его убили, он тогда пропал. Ага. Если он все еще надеется, что займет место своего дорогого папочки, его ждет сюрприз. Возможно, я ошибался насчет людей. Александр кажется бессмертным, как и я. Что-то я не думаю, что он нам обрадуется. Вот будет весело. У него похожи жизни, как у кошки. Посмотрим, как он зашипит, когда его загонят в угол. Ну что ж, мы можем тебе пару трюков божественного показать. Но кажется, тебе это не впечатлит, да? А мы там видели каких-то чуваков из черного круга. Давайте, наверное, испытание какой-нибудь боем пройдем. Ай. А я опять карту не на север сориентировал. И опять поэтому... Ну ладно, давайте привыкать к тому, что она вот так будет повертана. А что ж, вот эти чуваки 16-й. В принципе, это наш уровень. Чувак тоже 16-й. То есть, в принципе, это наш уровень. Даже говорить с нами не будут. Ну окей. Говорить не хотят. Давайте затопленный храм. Что-то все появляется. Появляется Белолики. Претвориться, что выраствует Альми. Жажда мести. Отыскать Гаррета. Ключ в свободе. Две части избавительницы. Затопленный храм. Остановить наводнение. Ага. О, а тут у нас выбор. Либо помочь Александару, либо помочь Безликвому. Захватчики. Разобраться с черным кругом. И знакомое лицо. Найти выжившие войска. Ну, предположим. Давайте Фень, наверное, подождет. Да, пусть чуваки тратят лучше свои ходы на то, чтобы до нас добраться. Ой. Правда, Фень немножко поплатился за то, что он решил ждать. Но зато теперь чувак стоит вплотную к нам. И мы в крови можем вызвать нашего Инкарната. Главное, чтобы он не застрял в ком-нибудь. И, наверное, сразу мы адреналин заюзаем. Потому что у нас как раз теперь полный, можно сказать, пакет. И насыщение тени. Черт. Надо ей будет выучить. Может, у нас книжка, кстати, где-нибудь валяется. Потому что у нас довольно-таки много всяких книжек валяется. Может быть, она у нас даже есть. И, правда, у нас места под нее особо нет. Но мы можем вот эту вот птичку разучить. Потому что практически не пользуемся. Ее не бафнуть, ничего особо с ней не сделать. Поэтому, ну, польза такая сомнительная. И угненное клеймо мне очень нравится. Потому что оно у нас с вами не требует очков истока. Да, довольно-таки халявная тема, которая... Так, у тебя что? А, у нее, кстати, только физическая броня. Поэтому огонь пройдет сквозь него, в принципе. А ты, друг, сейчас нам что-нибудь пришлешь, да? Ускорение. Окей, ускорение я не боюсь. Но щит и меч говорит, что все-таки это, скорее всего, больше воин, нежели кто-то еще. Что ж, красный принц, покажи, что ты можешь. Во. Горение не действует, а хлобыстнуть. Как насчет хлобыстнуть? Во, истощение. То есть, уже от этого товарища мы особо никакой вредности не увидим. Плохи дела немножко у Лоуся. Поэтому давайте ей кинем... Ой. Надо было сначала голову Медузы. Но раз мы голову Медузы не заюзали, давайте тогда переходить скорее к атакующим действиям, чем к защитным. Ой, чуваку досталось. Так, чувак, только никаких это сюрпризов, гранаты про... А, он... Мы им управляем. Мы им управляем, и он, смотрите, он неплох. На. Так, и что ты еще можешь? Метка снайпера. О, Метка снайпера. Ну, давайте попробуем. Что это? Так. Я вот думаю, фейнам стоит ли вызывать. Я думаю, стоит вызывать, потому что мало того, что мы можем его вызвать крови, что его еще усилят. Ага, мы можем сразу и врага им сбить. В общем-то, нас тоже несказанно порадует, я так полагаю. Ну, или даже прибить, если он сейчас будет хороший урон наносить. Давайте посмотрим, сколько наш инкарнат кровенат может делать. Нормально. Нормально так. Ну, окей, давайте пробежим насквозь. Вот мы его избили, вот он уже ходить не будет. Я так думаю, что здесь, раз у нас Сибила начала свою историю, давайте она ее же и будет продолжать. Он немножко в шоке пребывает, но давайте вот это кинем. Вообще, конечно, вот этот бросочек клевый, не вот этот, а другой. Так, Чуви, ты у нас типа снипер, да? Типа снипер. А это что такое? Меткий выстрел. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Нифигася. Ну, ладно. Ой. Ой, ты еще и поджигаешь? Какой же ты крутой? Хотя, поджигание может быть скорее эффектом от того, что мы с вами этот огненный топор кинем. Ага, провокация. Да, но тут, смотрите, не только мы стали сильнее, но враги тоже. Так, ты сюда. Девчуля, давай, рога выращивай. И попробуем с тобой пробежать. Ну, а теперь Красный Принц. Ай. А мы его вообще не контролируем, но он там, скорее всего, гаду добьет. Ну, или почти добьет. Я только надеюсь, что он не потратит какие-то скиллы истока на это дело. У-у-у. У-у-у. Хорошо. Хорошо так это наваливает Красный Принц. Черный Круг. Может, это они чистят мертвых отосток? Чем дальше, тем страшнее. Согласен. Спиритизм что-нибудь не даст? Ничего. А что ж, остановить затопление храма. Как вы... Подобная магия в голове не укладывается. Даже если видишь ее собственными глазами. Так. Давайте пытаться искать. Я не знаю. Вообще интересно. Просто портал в небе, из которого льется вода. Но, может быть, здесь мы что-нибудь найдем. Потому что... Ну, логично, что это должно быть где-то не совсем далеко от нашего места. Это Черный Круг. Нам надо решить, будем ли мы сражаться или будем мы сдаваться. Я, честно говоря, за то, чтобы сражаться. Потому что не хочется как-то, ну, наши все скиллы новые, клевые, поюзать раз. И, во-вторых, проверить, насколько мы здесь по урокам. Мрачный Капитан Черного Круга смотрит на вас с единственным глазом. На месте второго сочащаяся жидкостью глазница со следами ожогов пока. Ты не из моего отряда. И не из Ставки. Назовись жива, а то выпущу те кишки и сам ответ найду. Он говорит одновременно, извлекая меч из ножен. Ну, с одной стороны, у нас есть инфа. Рычим, чтобы он... Нет. Произносим пароль одиноких волков и заявляем, что мы ему не подчиняемся. С теми частями физиономии, которые еще могут шевелиться, капитан изображает недовольную гримасу. Наемники, мать вашу. Ладно, проходи. О, мы получили некую экскузу за это. А он с нами поторговать не хочет. Но здесь их сколько? Ой, тут вот, смотрите, тоже. А, вот он. Вот он, мастер портал Черного Круга. Это, видимо, эта дрянь пытается затопиться. Ну, поторговать никогда не помешает. А ничего у него нет, ладно. Капитан пытается так повернуть клинок, чтобы разглядеть свое отражение. И вид собственных хран заставляет его поморщиться. Потом он замечает вас. Что? Спрашиваем, почему они разбили лагерь тут, у воды. Там приказали захватить орочий храм и разрушить его, но там полно ловушек. Я половину отряда там потерял. Лишился глаза. Заслали к нам эту чародейку. Она храм морской водой затапливает. Погано вышло. Вроде как мы без нее бы не справились. Но следующий, следующий я возьму. Пусть хоть всех солдат до последнего там положу. Говорим ему, чтобы немедленно прекращал затапливать оркские храмы, отводил войска. Не разводи сопли. Храм должен быть разрушен, и морская вода с этим справится не хуже, чем огонь и тараны. Рычим, что хватит прохлаждаться на пляже. А, нет. Нет, нет, нет. Давайте вот так. Ладно. Рычим, что хватит прохлаждаться на пляже, пусть топает отсюда в глубь острова, там повсюду идут бои. Хорошо. Где мы нужны, королю богу, туда и пойдем. А ну топаешь живо. Так, стоять. Стоять. Вы что, вообще не реагируете? Они вообще не реагируют. Ну, давайте нам X-ку в принципе дали. А перебить мы их может попозже успеем. Хотя, мне такой расклад не очень нравится. Мне бы хотелось подраться. Эээ. Ну, вы видели, да? Я совершенно честно им в спины настреливал после этого. Опа, копье. Правда, копье это не то, что нам бы хотелось, потому что у него основной атрибут все-таки ловкость. Нам бы что-нибудь на силу. Но, ну, ладно. Пока что с черным кругом мы, получается, вроде как и не поссорились особенно. Интересно, что будет дальше. Но, опа, у них тут лодочка тоже. Да, у них тут тоже кораблик. Ну, тут всякие морские звезды и скелет человека. Почему-то он красным показывал. У тебя не очень много скелет человека, но... Парастрел. Тоже может пригодиться в какой-то момент. Но, к сожалению, кроме пары грибов и пары других ништяков, тут больше ничего интересного и занятного нет. Но, правда, с черным кругом, получается, мирно решили вопрос. Тут, кстати, вот еще лодочка с припасами. Я теперь беспокоюсь, потому что вроде как уже и эпизод можно было бы на этом закончить и хорошую точку поставить. Но если мы сейчас набредем с вами на какое-нибудь серьезное сражение, оно может, конечно, затянуться и не слабо так. Но сражение это экспо. Экспо это хорошо. И мы тут вроде как, получается, по пляжу с вами гуляем. А там кто? Перепаха. Перепаха. Помните, что до этого каждый раз, как мы зверей встречали, они внезапно поражались пустотой и начинали на нас рычать, пырчать и нападать. Хороший вопрос, будет ли так на этот раз. Здравствуй, черепаха. Нет, нам... Что тут смотреть? Проходи, пожалуйста. Отмечаем преклонный возраст черепахи. Она, должно быть, много знает об этом острове. Я знаю, что он обречен. Все умрут и все обратится в прах. Ты несешь хаос. Ты несешь смерть. Оставь меня в покое. Не трогай. Окей. Я, в общем-то, не планировал тебя трогать, уважаемая черепаха. Опа, вход в пещеру. А что за пещера? Похоже на некий... Может быть, это и есть тот урочий храм, а может быть и нет. Ну да ладно. С этим разбираться будем в следующем эпизоде. А пока что спасибо Дахармсу, Миша, Лебедеву и Юджину Вольну за то, что тебя продолжают поддерживать канал. Всем вам огромное спасибо за компанию в прохождении игры. И мы с вами увидимся в следующем эпизоде. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok